приветствую вас на канале цветомания сегодня у нас пятница новое поступление продолжаются у нас поставки новинок интересных растений которые уже были и даже то что уже было но уже не то так вот загадками я говорю в этот раз показывают цитронеллу и я прям хочется прям про него вообще все рассказать прошлый раз она у нас была покажу какая она была вот вот такая к нам приходила в прошлый раз и она оказалась довольно капризной дамочкой потому что у нее нижние листочки сушили края вот как видно здесь это в принципе нормально новые листочки растут центр активный вот даже тут тоже видно точка роста она есть и это очень даже хорошо дома даже вот который я себе брала горшочек да для себя брала я его не пересаживала так и поставила под лампы ну соответственно там уход совсем другой не как у нас магазине и все равно она тоже сушит то есть этот нет нас зависит мне волшебницы и по щелчку мы остановить адаптацию но никак не можем поэтому те кто приобрел и вот получились такие некоторые моменты в плане подсушивание листочков это нормально вообще я как бы мое мнение если я вижу какой-то редкий сорт я хочу его получить именно за его редкость за его красоту я понимаю что он будет капризничать вот особенно чем меньше зеленого да тем капризнее чем больше ярких варегатных пятен особенно если прям целые белые листы не прям но с большей вероятностью могут уйти почернеть да к примеру как у монстера альба да если вылезет полностью или наполовину белый лист сохранить эту варегатность ну очень сложно вот и к чему я говорю к тому что вот этот агланема цитранелла она пришла совсем другая вот видите узкий лист желтый зеленцой такой да а вот там а вот там сейчас я поближе даже покажу а а вот тут то прям вообще чудеса посмотрите какой огромный белый лист и он на мой взгляд более закругленный здесь получается ну мне кажется родитель из которого это выводили да именно этот сорт он совсем другой потому что там он более зеленый и плотно насыщенный лист здесь более светлые стволы да здесь более светлые стволы и более белые листья в одном горшочки где-то я видела такой вот наполовину зеленый он чем-то напоминает знаете какой не фридман а была голден мадонна у нас да вот центр у нее желтый яркий а краево точно такой же как вот здесь вот зелененький я прошло видео по моему прикладывала даже фотографию большого голден мадонна и вот меня ощущение складывается что это выведена вот этот цитрана вот именно этот сорт с более круглым листом именно из вот голден мадонна сделано получается у нас 20 штук идет в двенадцатом горшке и две штуки у нас идет в девятнадцатом горшке но она там одна но она очень крупная сейчас попробую и достать кто меня спрашивал говорил что вот я хочу более крупные растения потому что ну хочется чтобы в доме было более красивым как бы больше места занимала до ярко красивая только пятнышко было все бы здорово но садовник не сажает в большину как большие горшки вот видимо редкие сорта по несколько штук но в плане деленок поэтому радуемся тому что есть вот я честно говоря очень сильно рада что привезла и в большом горшке потому что я увидела его взрослую да какая она бывает взрослая яркая белая вот это прям вообще шикарно я бы сказал даже что на прям варигат на а вот те что были это совсем другой сорт соответственно то что было это что пришло два разных сорт ну это лично мое мнение конечно может быть у кого то есть и в дальнейшем она растет одинаково я себе взяла эту и сейчас еще и здесь как бы да хочу проверить что будет дальше посмотрим в общем радостно радостно и очень приятно что вот такая красота к нам приходит единственная расстроилась то что не пришла у нас раньше флэм по-моему да называется который на оранжевых ножках вот не знаю почему заказала 20 и желтенькой да и с оранжевыми ножками заказала 10 в итоге не пришло добавили вот еще три большие я конечно расстроилась заказала снова на конец месяца 10 штук вот именно оранжевую поэтому вот ждем снова ждем так давайте здесь чтобы я не упустила не пропустила тогда у нас колотая crimson разошлась просто как не знаю горячие пирожки и все что было мы все продали потом поняли что даже не хватает вроде людям пообещали и даже будто фото кому-то отправляли в общем перепутали все на свете вроде отправили части растений да и вот понимаем что ну не хватает и вот выкупила снова поэтому кому не хватило добавим пришла нисколько не хуже можно даже сказать да не даже не лучше но примерно такая же как и была потому что садовник то один и тот же вот красота супер нежные розовые листочки есть где-то поярче вот такие прям малиновые да есть более фиолетовые но все они довольно пышные вот смотрите какой прекрасный кустик сразу закроет красивый уголочек наведет красоту вот так вот ну классно прошлый раз был один горшочек с полосой там starlight по-моему да я сорт говорила в этот раз пришли все crimson то есть тут путаницы в этот раз нету садовника выкупала как 10 карат но пришла вот такая красота яркая выше какая-то нереальная красотка у нее по листу получается есть вот такой сплэш небольшой по краю ярко вообще яркие стволы сейчас я подниму горшок вот такие яркие розовые классные стволы здесь 33 точно растение есть может даже 4 вот сбоку детки еще вижу но она классная крупная в общем замечательная глаша в 19 горшке по цене 19 горшок одинаково что от citronella что вот это они там 4500 идут не дешевый конечно но уже как бы размер впечатляет то есть либо 12 горшок либо 19 прервалась ненадолго сравнивали с той 10 крат которая была она конечно совсем другая фотографию листочка я приложу при монтаже покажу ну в общем совсем другой сорт и кардинальные отличия прям видны на лицо здесь у нас маран там ну как в регата надо в предложении идет ну я думаю как надо бьюти ким до идет вообще ее в предложении и в народе то есть предложение на идет как в регатное а так по факту это как бьюти ким довольно пышные кустики такие вот прекрасные их у нас тут достаточно в общем кому надо спрашивайте цена недорогая в пределах тысячи рублей там сколько 950 по моему если не ошибаюсь она идет за горшок здесь у нас по два растения точно есть вот дальше интересный новый сорт антуриума называется матата акуна матата сразу просится высказаться да тимон и пумба есть более пышные кустики есть чуть худее есть побольше цветение цветение вообще необычное на некоторых вот цветочках прям вообще интересная для меня это новый сорт похож на лили но не лили это совсем потому что есть он и зеленец какой-то и какие-то не прям все изогнутые в общем интересно возможно тоже будут карликовые сорта как и сорт как как и лили и зизу вот их у нас 20 штук прям много много это феодендрон red sun раньше он приходил в большом горшке там в каком большом в двенадцатом горшке был и по цене он был примерно 1000 рублей пришел в шестом горшочке по пятьсот пятьдесят пять штук взяла ну просто в коробку доложить потому что ну там средства оставались надо было как-то все это дело дополнить снова пришла жеклин вот по ней тоже в плане адаптации хочу отдельно упомянуть потому что да вообще ко всем маленьким растениям которые приходят к нам шестом горшочке они довольно щепетильные они нежные они капризные мы их сразу поставили в контейнер в тепличку мы их прыскали там всякими этими антистрессами но вы учитывайте пожалуйста что это молодое растение которое только-только можно сказать выросла из резонки да и вот она себя только пытается как-то проявить а его отправили тут же в дорогу но приехала к нам хоть мы его поставили в тепличку но все равно он будет капризничать он сбросить свои голландские листья старые и бот наращивать новые нам главное чтобы новый лист был точка роста это самое главное вот кстати вот у этого это другой получается садовник отправил я так полагаю потому что пришло этот другого поставщика листочки здесь вот новые которые растут они более плотные на мой взгляд ощущение что они прям не знаю но уже больше похоже на взрослый экземпляр то есть точка роста есть и это самое главное если ты ищешь какой-то знаете редкий лапоть да скажем и и вы хотите чтобы сразу в нем ходите и тут же вы хотите чтобы он у вас и и выглядел хорошо ну такого не бывает всегда как-то ну в плане растений надо за редкость либо ты берешь маленькое растение ты его выхаживаешь да потому что в любом случае даже просто из дома в дом перенесешь горшок все равно климат другой будет адаптироваться понятно домашнее растение но легче это перенесет но даже голландии она тоже капризничать кто бы что мне не говорил что там я знаю там как огланы мы адаптируются нет друзья и огланы мы тоже адаптируются они тоже капризничают и все зависит от сорта если ты какая-то зеленка к примеру да типа там уши слона она может а 70 сами без пересадки сидеть и вообще нормально но дальше листья гнать либо это вот какой-то прям бель белый сорт вот типа как-то наши цитранеллы это и тогда она может капризничать потому что даже вот сейчас видно на белых листочках вот эти вот коричневые кончики это признак того что там очень мало вот этих вот клеток который в которых проходит фотосинтез поэтому в регатность это супер это красиво это здорово но это все равно есть определенные риски и маленькие растения 6 горшках это тоже определенные риски если вы согласились и вы заказали это растение вы понимаете что их надо адаптировать так просто вот там вот они возьмут вам сразу по щелчку и и без адаптации продолжат расти но не бывает такого не бывает такого волшебства может быть конечно в редких случаях при хороших условиях содержания это может быть пройти более легче но в наших условиях кировской области нашей серого города даже с условиями подсветки ну извините мы не южная часть нашей страны и предоставить теплых реально таких климатических условий откуда они при приехали к нам мы не можем поэтому прошу учитывать вообще при всех заказах и большая просьба вот прям прям вот знаете из глубины души хочется сказать одну очень важную вещь если вы сделали заказ тем более если вы делаете его с пополнением с дополнением мы вам держим и передерживаем растение там в течение допустим двух недель собираем с нескольких поставок растения пожалуйста будьте добры отвечайте на сообщение это во первых во вторых при отправке будьте на связи мы не можем вот так вот ниоткуда взять там номер телефона и как-то вас по-быстрому найти отправки они у нас постоянно идут нам важно чтобы растение ушло именно в теплый период времени и очень важно когда мы идем на доверие к вам без оплаты пакуем но в редких случаях это бывает все таки за что я себя ругаю каждый раз в общем такого скорее всего больше не будет потому что уже было несколько раз когда нас подставили и упакованные растения притом не маленький заказ просто перестали отвечать я не хочу говорить кто это и фамилию имя я думаю все равно смотрят это видео наверняка и поймут про кого я говорю доверие к людям ну просто падает ужасно сильно неприятно когда ты тратишь кучу времени на сбор заказа на уход за растениями ты ждешь когда там новый год пройдет потом вот тут несколько поставок собираешь ждешь теплую погоду потому что в морозы мы не отправляем и вот с учетом того что мы передержали там грубо говоря больше месяца до преувеличила месяц в среднем где-то три недели вышло и нас человек просто берет и кидает но бортует по полной программе при том до этого мы отправляли цветочки я вообще в шоке в таком чтобы но не знаю мне нет слов и поэтому я сейчас просто всем хочу сказать что во первых у нас передержек нету две недели два заказа вместе соединим и все а во вторых больше мы без оплаты за растение мы больше паковать не будем конечно это наша вина надо было сразу какой-то аванс взять но но мы же хотим как лучше мы хотим сначала фотографии высадь перед отправкой потом уже после согласия человека что все хорошо уже после этого только высадь но вот видите инициатива наказуемой как говорится в общем расстроилась я нас несколько дней было прям таких очень напряженных в этом в этом плане у нас теплая погода от минус десяти до минус двух вот вообще на упала вернее потеплело да скажем посылок у нас достаточно много отправляется поэтому жалко что есть еще люди которые могут подставить хочется людям верить но увы в общем ладно уходим от этого надеюсь просто не нужно было задеть этот вопрос чтобы люди понимали дальше по филадендронам это у нас глориозом заказала его но опять же потому что он был недорогой здесь листочки не сильно большие одно растение в горшке сухой прям сухой мы думаю завтра польем вот и в принципе нормальный хорошенький крепенький есть даже воздушные корешочки где-то вот вот тут вот это воздушные корни видела в общем глориозом классный вообще сам по себе он такой крупномер сорт и у него листья потом у взрослого растения прям такие шикарные здорово видела там ю тубе один мужчина где-то он не в россии живет и наверх на опору до по мху у него растения вверх растут и он показывает такие короткие ролики и все время там вот эту как бы вот листочками трясет ну так это красиво смотрится вообще подсела на эти короткие ролики так они заходят хорошо в общем здорово не надо по 40 минут смотреть как у меня такие здоровые видео дальше что у нас есть есть еще один филадендрон новинка относительно недорогой то есть раньше он был где-то порядка шести-семи тысяч и купить его надо было там что-то четыре штуки ну то есть бешеные деньги нужно было дать чтобы купить вот такой вот редкий сорт видела его деток маленьких продают что-то по две тысячи что ли ну то есть это вообще какая-то сумасшедшая цена на мой взгляд они вот эти вот все маме и потом плов мани этот же глориозу они же все же крупнолистные да вот более схожий вот вот этот вот сорт я боюсь произнести неправильно напишу название при монтаже и маме и вот кстати маме и там они очень похожи серебринкой и очень красивая по плотности по листу по глянцевости больше похож на мой взгляд на плов мани вот здесь одно растение в горшке тоже вот есть стволик с небольшими воздушными корнями я думаю что а вот видно пенек да какой-то было ну крупное растение его срезали дедку дал и в общем поэтому наверное дешево он и предлагает но это я про садовника имею ввиду пришла нобелис однако сожалению нобелис в не очень хорошем состоянии там были подмокшие листья мы сразу и убрали грунт такой относительно сырой ну прям ну не хлюпая там конечно но он такой прям влажноватый листья вообще шикарные да вообще нобелис на сама по себе очень крутая я помню за том году по моему за ней гонялись вообще как за сумасшедшие она стоила 2009 что ли за горшок не знает такой же наверное горшок и сейчас насколько же упала цена даже эту же жаклин если сравнивать когда ты ее из индонезии не адаптированную да заказываешь и ты надеешься на то что на прям выживет и сейчас какая цена идет за то что голландия дает ну в общем небо и земля радует 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 надеюсь что в летний период времени в почтовый сезон все это дело сохранится и этот ассортимент тоже повторится а вот сейчас я покажу вам вот то чего не было ни разу у нас в магазине я почему-то очень сильно рада за то что привезла на такой редкий сорт это сциндапсус сильвер леди она необычайной красоты у нее вытянутый лист форме сердца и такой вот очень узкий кончик листочка схоже чем-то с треби да но но не то во первых плотный такой как картон даже может быть плотнее лист расцветка не знаю нет вспышки нет сейчас вспышку включу и покажу блестючесть и и вот вот про то что я хотела показать она блестит точно так же как silver an но лист гораздо крупнее и окраска тоже здесь сразу по деленком хочу сказать здесь раз два три четыре у четыре точки роста есть она конечно не дешевая но она стоит того я думаю что вы влюбитесь в нее это просто бомбически сказано что сциндапсусы растут вообще без всяких проблем и укореняется вот за счет вот этих вот воздушных корней я думаю что размножить просто ну ничего не стоит она очень быстро укорениться тем более даже вот видно корни раскукленные и просто в мох ставь вот так вот кверху и она бунь пойдет вверх и и вот расти красота а вот это прям чудесным образом получилось выкупить сидела в пятницу ночью по моему даже что-то делать было нечего ребенок не спал или спал и а я не могла ну в общем как-то так случилось что ночью я не спала и залезла на закупку и увидела чудеснейший спатифилум по фотографии было сложно сказать что за сорт но видно что он был непростой ну как бы с какой-то варегатностью предположила по фотографии что это ангел бэби вот сейчас он пришел я думаю что все таки это он потому что он прям очень схож с этим сортом конечно утверждать по спатифилумом что это именно за сорт невозможно однако однако он хорош вот здесь получается в некоторых по две в некоторых больше вот тут вуда три точки роста где-то варегатность чуть ярче где-то чуть вот лист крупнее вон такой более размазаны немножко да но все они по факту очень крутые посмотрела тоже по ценам на ангел бэби вот тут вообще прям разница у кого 500 у кого полторы в общем кто влез то по дрова не знаю но вот у нас тут получается горшок с несколькими растениями цена там в пределах если не ошибаюсь двух тысяч вот так вот говорила про маме и снова его показываю одно растение в горшке точно так же по цене потому что тогда ну тут забрали и еще взяла потому что спрашивают потому что он классный и потому что он крупняшка вырастает вот и еще вы купила недорогой painted lady кто-то говорит что это медуза кто-то говорит что это не она кто-то говорит что это разные сорта кто-то утверждает в обратном в общем на вкус и цветство мастер разное решайте сами говорю название торговое от садовника до от поставщика здесь видно что ни одно растение мелкие даже не сосчитать скорее все при пересадке только можно будет определить количество деток но одно взрослое растение точно есть сейчас посмотрю другое для сравнения да одно крупное сбоку наверно детки вот так вот она же вырастает вообще ну такой яркой особой и и очень красивый так еще тортум прошлый раз тортум приходил такой прям здоровенный и там было два растения в горшке тут как-то не то пришло что было до этого наверное придется чуть-чуть цену снизить хотя бы до какой-то опти более-менее оптимальный потому что он нет но тут есть конечно чуть пышнее то я уж тут совсем совсем такой вот такой вот к примеру да ай ты зацепился более крупный один но более крупный в общем вот цена будет чуть дешевле то есть там было тысяча сто пятьдесят что ли сейчас я не знаю может быть тысяча чуть меньше еще у нас пришла новинка название не вспомню очень похоже по внешнему виду на как ее зовут маншайн о в чём говорю металлика да но ощущение будто бы ее скрестили с массониана драгон да вот с ней или как там просто драгон не выговорить я пропишу название лучше чтобы понятно было о чем я говорю она невероятно яркая пришла и от того что у нее край зеленый она выглядит особенно необычно была еще одна в закупке ну я прям так обрадовалась ну я ее выкупила какая молодец выкупила ее много а потом трах бабах и мне короче садовник не привез ее вообще мне прислали калькуляции или как там называется у них в общем отказ пришел что ее не будет я так расстроилась кто бы знал в общем жуть как обидно может быть все таки поймаем но сейчас ее пока нет это предложение в плане деток вот по этой тут много 3-4 4 или 5 ну она прям тяжелая здоровая здесь у нас хоя по фотографии я думала что вертицилата по факту пришла это именно она ну то есть как я думала так оно и есть в общем шикарное растение что-то в последнее время фартит мне на такие хои в которых несколько точек роста они вот прям горшком такими плетьями веточками свисают вообще классно я вот почему-то из черенка вот этот сорт пыталась вырастить у меня вообще не получилось не знаю ну вообще не пошло и все а тут я увидела на закупке целый горшок я думаю надо все таки еще раз попробовать потому что ну потому блин она классная она очень симпатичная вот у этой прям плотный лист у домашней почему-то он прям такой нежный был такое ощущение что вот эти вот молодые вот которые растут да нежные не вот их обрезали укоренили может быть поэтому она и особо и не и не приживалась вот а так она вот тут она прям классная тут прям нравится мне это хоя хоя мне нравится тем плотными листами что они не требовательны к поливу и температуре ну по крайней мере у меня я могу поставить даже ондулату на холодный балкон сейчас он хоть и южный но он у меня стоит и прям и там ну так прилично прохладно может быть где-то градусов может десять там да хоть и утеплен ну там так им классно и после зимовки вот такой холодный они прекрасно себя чувствуют и начинают таким активным ростом заниматься что потом ходишь ладошки потираешь и радуешься в общем следующая хойка это у нас триколор в аете триколор называется торговым названием а так я думаю что кентиняна это все таки здесь три точки роста вообще шикарное предложение по цене особенно вообще их восемнадцать штук я прям думаю в лед уйдут вообще за них не переживаю здесь сенсивиерия так сейчас сенсивиерия долго вспоминала думаю да как же ешь что ж такое-то зовут то вспомнить не могла в итоге потом до меня дошло знаете есть golden flame да яркая красотка прям ярко-желто-желтое а есть gold flame вот на мой взгляд это к нам пришел именно gold flame по безобразной низкой цене у нас тут тем более 2-3 растения в горшке а может даже и 4 вон тут детка видна она не настолько яркая как golden flame но у нее тоже в регатности вот видите какая может быть даже и полностью вон видите и более темный окрас ну то есть не зелененькая прям такая с чернотой на некоторых моментах вот и их у нас тут двенадцать по-моему штук ну вообще красота я конечно думала а вдруг подсунут какую-нибудь там суперба да ну нет слава богу красота спрашивали меня еще про gold black gold которая помните приходила с подозрением на экстрим в общем у нас все деленки разобрали у нас остался целый куст если кого интересует можем кустом отдать либо можем поделить если вдруг кому-то тоже вдруг понадобятся снова листочки какие листочки деленки а здесь тилансия долго все смотрела на нее но возможности то тут то там не было а потом хоп-хоп и так все случилось получилось в общем выкупила вот эту милейшую тилансию я бы ее назвала деревом потому что у нее очень плотные вот эти листочки она прям вот как я не знаю жесткость у нее прям порезаться наверное можно она невероятно классная вырастает она в дальнейшем до огромных размеров вообще в восторге от того что наконец она начала появляться в доступных ценовых вот таких вот там до 1000 рублей да то есть это вообще шикарное предложение на мой взгляд они раньше были от полутора ну соответственно размеры и сейчас они конечно есть но тут просто была возможность его купить поменьше предложение стояло как шестой горшок если смотреть по вот этой вот по попке простите да то возможно да наверное шестой размер можно сказать но по факту то вот если ладошку то взять ну тут как бы совсем не шестой тут девяточка наверное в диаметре будет далее далее у нас эпипремнум варегатный кто бы что не говорил но он невероятно красивый он такой классный тут конечно варегатность не везде прям такая архивал но зато смотрите у него есть дырки которые начинают резаться то есть для того чтобы эпипремнумы лучше крупнее лист давали быстрее резали ну вот так вот красиво да ну как выразить в общем чтобы резался лист надо их ставить на опору чтобы растение росло вверх вот такие вот дела поэтому мой вам совет делать такую сеточку туда маха складывать живого если что у нас тоже есть закреплять и вот кверху пускать пусть воздушными корнями в мох укореняется и дает вам самые красивые самые резные и большие листья здесь микросурумковый крокодил ну вот даже про него сказать нечего потому что постоянно у нас кстати он сухой снова пришел полить бы его пышный классный вообще претензий к нему нет здесь ох ну вот думала конечно немножко другое придет вот но в связи с тем что цена не особо дорогая на него наверное придется еще снизить потому что это варегатность ну она как бы присутствует в целом то и общем да брать может быть стоит под лампу их подставить чтобы они почувствовали яркий свет потому что я очень много слышала что этот сорт уходит в зелень но когда возвращается солнышко на окошко они снова начинают становиться яркими красавчиками в общем сейчас я сделаю небольшую скидку на него ну потому что он не такой яркий как я предполагала вот а вот новые листочки видеть совсем зеленые возможно он стоял где-то в уголочке и оказался не таким ярким поэтому он дешевый дальше этот новый сорт филодендрона очень схож то есть все филодендроны которые пришли они просто стояли как оверинг да либо три точки там было поэтому сорта по ним я писала самостоятельно исходя из фотографии вот то же самое было и вот с этим сортом это очень похоже на моё или как он там правильно называется в общем я его монстер ну какая монстера филодендрон монстера что неужели это одно и то же для них в общем название пропишу фотографии взрослого растения я добавлю одно растение в горшке но видно что тут можно уже сделать срезы и укоренить то есть при большом желании кто любит этим заниматься можно очень хорошо размножить его давайте сейчас все проверим все ли я рассказала потому что я люблю забывать а не хочется ничего забыть хочется все рассказать и показать кстати про него говорят что нужна ему чуть большая влажность чем чем обычно да нет наверное все уже рассказала показала время меня поджимает мне тоже нужно уже выдвигаться в освоясь вот как обычно у нас в конце видео про приют осталось совсем немного по строительству отопления да проведение отопления в здании где находятся животные вот поэтому кто кто может помогите Христа ради собачкам в тепле чтобы быть потому что даже элементарно стерилизацию не сделать и приходится в зоогостинице оставлять а это дополнительные тоже деньги и постоянно да постоянно требуется денежные средства финансы для поддержания здоровья некоторых животных собачек а тут мы вообще решили в магазине установить трехлитровую банку закатать ее и написать для вот этих вот всех вот этих целей там реквизиты прописать кто желает переводить а кто хочет можно просто какую-то денежку в баночку сложить а потом это дело разменяем и отправим уже в приют самостоятельно если вам неудобно вообще никак отписываться в группу к примеру да туда в контакте вас нету вы можете просто в комментариях к переводу написать цветоманы дарят добро и тогда поймут что это от нас что это именно тот приют куда мы куда мы обычно это все дело переводим вот тут недавно собирали на мясо собакам да и на сухой корм тоже постоянно там требуется денежные средства даже если нас будет 100 человек и мы переведем по 150 рублей это уже сразу получается кругленькая сумма я думаю что от нас не убудет а там за это нам скажут огромное спасибо поэтому вот рада что все остаются с нами что зрителей становится все больше и больше надеюсь что весной вы от нас в огороды не съедете тоже будете смотреть также в таком же объеме а может и больше поэтому всем спасибо за просмотр и пока пока